моменты теперь я запущу устройство и отрежу эшвард от бездны сейчас прилетит куча ведьм я кстати почему прошлый раз появлялись появлялась куча ведьм эшвард сразу чувствовала что кто-то использует устройство и сразу биг-бада-бум происходит жесть и да все я не помечено как нелетальный способ это просто меня не понравилось это чувство все что я могла делать прикосновение бездны долила у меня больше ничего нет быстро ребят по-моему это самая быстрая миссия из всех чтобы она кабинет все равно посетители теперь можешь меня не спасибо за теплые слова теперь это сам ребят как вы думаете это самый построен быстрый босс файт на свете просто и такого в жизни не видел мне сложно сдерживать эмоции но это гениально предыдущие боссы что-то не особо мне кажется вот здесь реально вот чувствуется что ну любят разработчики кобинами этим прямо душой пахнет от вот этих всех остальных что-то не знаю нафталином каким-то воняло уж как по мне давайте попробуем взять все эти амулетики в шуму летики все так конечно окей круто да как по мне так нервно важнее чтобы прокачать скиллы ну что эти амулеты мы их не меняем там резко что-то попадается действительно за что можно скажем так взяться спишь слышите храпит давят если вы думали что женщины не храпят обломились уже мужчина хотя когда зависит от на самом деле многое зависит от там носа я уже не помню еще храп из какого связано с сердцами что все спят мы все захрапели а стойте вы серьезно что господи что-то с людьми не жалко этому парню будет очень забавно если эти все уснули потому что их сил больше нет насчет двойника это конечно прикольная способность но но ребята вы же понимаете это агрит врагов мы не хотим агром хотим качать гипноз мы хотим всякие тихие навыки я бы качнул ну вот этот мне кажется стать интересным а потом гипноз наверное его нельзя украсть басона что у нас тут 6 это мы взять не можем амулетики night какая-то руна в подвале есть но вот хрен его знает давайте пока не заморачиваться пойдем в кабинет хадсон куратор где-то вспомнил с хадсом прикольно у вас них соуток есть что-то мне кажется я все как животное где-то собачки тоже спать или сейчас на момент истины собаки спят но здесь действительно никого нет просто никогошеньки стой я могу сей говорить ты не спрячешься от меня и изменивайтесь что воробушек наконец-то летаешь на свободе дело сделано бриана эшворд больше не ведьма подлое отродье ты даже не понимаешь что творишь прекраснейший цветок завял и исчез навсегда я разрушу все что ты создала и однажды верну себе то что принадлежит мне о бриана навряд ли мы еще встретимся как печально ты превратилась в это жалко и бледное существо невыносимо и я ненавижу тебе девочка я не просто верну все как было я сделаю жизнь лучше по пальчикам по грозе по грозе пальчиком типа то 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 будильник завел зачем-то я чисто не сделал пощады не хочу будильник он громкий не отопни заглох ты тупая срань я лучше буду читать незаконченное письмо долили долила к мы не можем поговорить я пишу это мне напоминает некоторых девушек которые хотят пообщаться но они не могут и поэтому такие не мне нужно мне нужно сказать если то что только ты способна понять я скажу мне чувствую как усиливать сама связь без и через меня твоя сила призывает всех то готов присоединиться к нашему ковену новые лица новые голоса даже связь сильнее чем было в брикмаре хоть ты далеко от меня его я могу сейчас посудить или не особо хочу порк закончен возможно дневник эшвард объяснит почему удалилу нельзя убить берем краса с денежки мы вернемся торговцы заданием выполнен мне кажется здесь действительно просто все спят самый простой уровень как по мне проще просто как сказать быть не может мне кажется чем вот это знаете так станка первый уровень игры сложнее не знаю десятого например они спят кстати они спят они все уснули так не бывает они ведь они все без сознания абсолютно все меня так хочется сказать ребят не скажу ну пиздец товарищи они просто все взяли и нафиг уснули видите не зря за амулетом пошел в итоге сюжет нас ведет к амулетам ко всему на самом деле это признак продуманности локации, то есть нас, по сути, разрабы, как мне вначале показалось, не пытаюсь просто таскать по игровому миру и заставлять нас просто больше времени в нём провести. Не, ну, заставляет, конечно, немножко, но это в рамках разумного. Это вам не Watch Dogs, который скоро выйдет. Ну, Watch Dogs мы надолго засядем. Watch Dogs мы засядем надолго, дамы и господа. Господи! Садик на себя мух. Кто тут король мух? Евген, король мух. У нас, собственно, нет огненных болтов. у него сейчас поджечь. Нет, гранаты гром. Слезьте. Дверь открыть. Что за метка? Люся, архивы в кабинете управляющей. Да, да, мы взяли. Он у меня, как бы я иначе открыл. Спасибо. Когда Далила пала от руки Дауда, её магия развеялась, и ведьмы разбежались. Дауда? Вы серьёзно? Его зовут? Да, вот, тупые... Я начала новую жизнь в Карнаке. Испалился. Но потом вновь услышала её шёпот из бездны. Горит. Она вела меня к герцогу. Мы вместе вернули Далилу в этот мир. В доме Арамиса Стилтона три года назад мы изменили всю империю. Мы все, кто был с нею в Бригмаре прежде, почувствовали, что магия возвращается. Вскоре к нам присоединились другие. Теперь Далила бессмертна. Она владела Данолом, а мы проникли в Орден Оракулов. Смотрители получают указания от сестёр-провицательниц, а мы скоро подчиним себе их сны и видения. Ясно, понятно. То есть... Вот так дела обстоят. Так, как мне сдвинуться к полу? Мне интересно, кстати, что-то там. Лучше просто сдвинуть полу, а это перебить. Кто бы мог догадаться? Вот он снова. Разрывные. Видите, ребята, как хорошо. И да, я знаю, что роботов можно было убивать, которые были на предыдущем задании у нас. Да, я знаю, их можно было убивать, но... Не знаю, мне как-то не хотелось просто с ними возиться и так далее. То есть, ну... Они хаос не поднимают, потому что это чёртовы роботы. Ладно, у нас ещё рядом есть амулет. И где он? Там. Ну, халяву, как, естественно, и брать стоит. Ну, наверное, вообще, ну, уксусная. Как говорят, совсем ошарелые, жадные люди. Жадность плохое качество, ребят. У меня жадность в жизни только плохое принесла. Нужно быть... Не нужно быть расточительным. Это тоже очень плохая такая, знаете, крайность. Но... Нужно в мир, в мир, в мир. Чуваки, в мир. Так, хорошо. Как мы будем действовать? Вскорее всего, он просто... Может, мы просто заберем? Можно в судец, кстати, попасть? Главный путь. А что нам теперь надо? Мы уходим или мы не закончили? Что теперь происходит? Только я как-то, знаете, отвлёкся. Побег. А, всё. Мне кажется, слово шлюпка тут можно очень ошибочно прочесть, как встретиться у шлюшки. Встретим у шлюшки. А вы, говорите, кинжалом не пользуюсь. Вот, видите, едешь? Пробил дверь, комаров убиваю. Так, я все... А все крысы, надеюсь, что они не сильно там всё попортят. Про крысик включат архивы. Ну, включат архивы у нас вроде уж как есть. Потому что я бы не сказал, что это большая потеря. Срок закрытия продлён. Ну, понятно, по каким причинам. Потому что здесь, чёрт, увидит. Водная суй. А, ну это водный перк. Нафига нам водный перк? Что мы с ним делаем? Видите, не зря сошли. Монтажный стой. Всё на халяву, говорят. Всё бесплатно. Free of charge. Кстати, с моим видосами на канале MissKate. Просто Лиза смотрит на их канал. Мы их ностальгировали по Лондону. Мы ездили летом. Мне Лиз давно обещал, как бы, завёз Лизу и себя в Лондон. Так, постойте. Здесь всё. Здесь уже стража не спит и не древшит. Малина кончается здесь. Должен быть, мне кажется, значок где-то с надписью. Малина поэнт энд хир. Собаки-то не бывают противные. Просто маки, как я выйду отсюда. То есть, в прошлый раз, я не помню, как я входил. По-моему, как-то не так. Сканируем. Ну, хорошо, снаружи нельзя отключить. Нет. Что я хотел. У меня только ощущение, что я по ней какой-то пулемёт на башне поставил. Немецкий, мать его, пулемёт стоит на этой башне. Ай, сука. Что? У нас есть ровно пять секунд, чтобы трансформируется. Э, я бегу! Нет, нет. Так грустно. Низ совсем не заходит ко мне в комнату. Я понимаю, что это чисто морская обитель. Тут стоит вонище и всё такое. Ну, знаете, чисто морская комната. Вонище, грязь, мусор. Пять компьютеров, десять консолей. Все работают. Тут 39 градусов Цельсия. Я знаю все свои буквы и ещё парочку. Все свои буквы. Господи, я тут всё как хвастаться знанием букв. Мне кажется, что я попал в первый класс. Явно потугушников берут в охрану. Поэтому они с трудом меня палят. Может, это кто меня? Даже чисто теоретически, вот кто меня может замечать? О! Стой! Идём, ребят, к торговцу. С ним там поторгуемся, побратаемся. И мой план, кстати, удался. Видите, мы с вами очень довольно быстро продвинулись. Уже торговец там. Хорошо, как мне по-быстрому до него добраться? Может, через... Может, здесь? Орёт. Ну, вы знаете, это южный такой, южные крики на юге всегда очень хорошо слышно, как люди кричат. В Лассатинсклиде, например, там где-то в Италии. Италия всё-таки страна тёплая. Конечно, это не совсем, скажем так, юг-юг, но это такое тёплое местечко. И на юге, ребят, всегда люди орут, и, в принципе, звуки как-то легче переносятся по воздуху. Может быть, из-за отсутствия ветра. Ну, как бы на юге есть ветер, я не говорю, что её вообще нет. Господи, мне кажется... Мне кажется, я поспешил, понимаете? Это была эйфория момента, скажем так. Так, их двое. Давайте мы воспользуемся эффектом домина. Дышать невозможно. Так пыльно. Блин, а, не то. Ну, почти. Я путаюсь иногда. Я опять же вам рассказывал, что в Скайриме, например, там руки перепутаны. То есть, левый курок, это правая рука, и наоборот, здесь всё несколько более логично. И это иногда заставляет немножечко кто-то, знаете, приспосабливаться. Господи, кто-то забыл. Да, блядь, я не могу никак привыкнуть. Я всё, я понимаю, что... Я не могу привыкнуть. То есть, я играю в эту игру уже в 8 часов 12 минут, и я всё равно путаюсь в стике с левой, с правым из-за... Скайрима дурацкого, который потрясающий, но господи. Во всех играх они перепутаны, и только здесь. Только здесь левая и правая рука правильно. Я знаю, что вы меня не поймёте, скажите, что я лох. Просто эта игра слишком хороша, понимаете, я серьёзно. Здесь слишком логично сделано управление, как в остальных играх, где, по-моему, люди просто в последний момент рандомно пишут управление. А поменять, стики, как в других играх, я не могу, не стики, а вернее, кружки, потому что... Ну, понимаете... Наверное, или ещё что-то. Потому что... Потому что я уже привык к такому, и я буду путаться ещё больше. В общем, чтобы я не сделал, всё будет только хуже, поэтому я ничего не делаю. Так, надо вот по этому парню. Что там? Ну, блин, меня задрали эти лающие, гавкующие. Ну, они же всё это одинаково действуют, да? Вот и всё. Сейчас, поднялись. Шашлычка лучше поесть. Шашлык из крыс, что может быть лучше? Знаете, я её унесу, а то она лишит на них. Ставите мусор, я подумаю. Мне уже нравится тусить на помойке. Знаете, как есть панки-мусорщики? Мне рассказывал мой знакомый, как просвещение проходило, ему нужно было в таком мусоре поспать. Ну и посвятили, вообще весело, видите? Веселая жизнь. Такая... Она идёт сюда. Отлично. Где я мог прятиться в тени, просто её схвати? Не нужно знать, это совершенно банально. Не, она редко отворачивается. Ладно, сейчас рискнём. Кто открыл дверь? Какая тебе разница? А, как будто как циклоп светит глазами. Как циклоп из Людей Икс. В таком режиме обзора. Так, окей. Кстати, я мог... Нет, через эту вентиляцию мне не вывести. Я не думаю, что это принципарен. Унст-камерик, добро пожаловать. Не спеши... Здравствуйте. Вижу, вы нашли прототип. Да. Ваш знакомый мёртв. У него была опасная работа. Ну да не будем об этом. Полагаю, вас интересуют деньги. Деньги, да. Сначала гонорар за находку. И если хотите, я сделаю чертежи, с помощью которых вы измените ваши инструменты. И в знак благодарности я сделаю вам скидку на мои товары. Смотри ему в глаза, когда продаваешься. Да, давайте... Заходите, прошу вас. Я всегда вам рад. Болт древнего стона. Слепередок обращает ведьм в бегство. Обращает волкота в бегство. Рикошетный путь. Единственное, кому им перепроходить запору? Можно будет все апгрейды сохранить? Здесь больше трупных хост, чем в любом другом квартале Корнайки. А раньше был такой приступ. Полагаю, подарочная упаковка не нужна. Не заметил, чтобы здесь их было сильно лучше. Вы будете довольны покупкой. Классно. Классно. Этим я всем доволен. Я хочу чертежи, наконец. Вот что у меня есть, чтобы улучшить снаряжение. Шедевры. Но шедевры мне не особо нужны. Насчет вот этого, я понял. Болт древнего стона не особо надо. Стена еще будет. Выпишаю, что я усыпляющий противник. Жалящий будет. Лучше усыпляющий, потому что все равно заметят ведь. Точечный арбалет. Я бы скорость перезарядки сделал быстрее. Так что давайте просто отложим деньги в сторону. И не будем жарить. Рад был вам помочь. Все допы выполнены. Можно просто идти уже на биржу труда. Искать работу. Хотя не работу, афиг искать. Я же уже принцесс. Я уже на работе. Все же смотрели пункт принцесс, да? Канал «Опинек ТВ». Он сейчас редко видео выкладывает. Хотя, не то чтобы особо реже. Просто он обычно по мультикам делал. А сейчас годноты-то нет. Но как-то мне казалось, был период, он очень много выкладывал. А потом как-то пропал. И да, я люблю пупы. И знаю, что это. И да, я люблю рофлы и пупы. Для меня рофляночка это самое такое. Ну правда, вопрос «Любишь ли ты рофлы?» Это немножко он некорректен. Правильно спрашиваю. «Любишь ли ты рофлить» или «Смотреть рофлому», а не просто «Любишь ли ты рофлому». Так как делать рофлы и смотреть их разные вещи. Значит, сделано. Эшвард нам больше не помешает. Отлично. Но это еще не все. Когда я жила в Дануэле, я занималась делами, за которые мне до сих пор стыдно. Это ведь нужно для гражданства? Я серьезно. Я знала Далилу и Эшвард. Купилась на их бредни. Влипла в это дерьмо по уши. Если честно, до начала этой истории я думала, что Далилы уже нет в живых. Не хочу вдаваться в подробности, но вам стоит знать, в моей жизни были моменты, о которых я сожалею. «Ладно, Мэган. Спасибо, что приоткрыли свою душу». «Мне кажется, вы это заслужили». «Готовы отправляться?» Ну, а чего тянуть? Я все свои дела сделал. Эти медали, эти амулеты, ребят, такая фигня. Зачем они? Да, идем. Возвращаемся на падший дом. Еще один шаг к победе над герцогом и Далилой. «Почему имя Корма мне телефон исправляет на слово Коран?» Интересно. Без убийств. Вообще без убийств. Ха. Справился. Ну, запа... Тело А. Да, я знаю, что обнаружили. Два обнаружения. Ну, такое. Ну, смотрите, почти все собрали, кроме амулета. Картину одну не взяли. Черт, ну, такое. Ничего страшного. «Смотрящие смыть. Мы нашли фарпост, куда на Мессик Бинн шпионил за Бриану Эшфорд». Я и так и не заметил. Конец ведьмы. Назовая связь Бриану Эшфорд с магией Далилы. Я молодец. ВПГ с Далилой и Кулдин после устранения Бриану Эшфорд. Ее правой рукой в Ковине. Тоже. Видимо, это не обязательно было. Ну, правда, играли мы часто лет 7. Не знаю, может, это долго. Мы получили лучше цену за прототип Роуз Бэру. Хм. Ладно. Да. Отлично. Очень странно. Мы в контакте в подарок стали кидать много. Не намек ни на что. Это просто странно. Ну, потому что бесплатный подарок. А, это, наверное, Трамп победил. Да, Трампа. Потому что я аж постоянно сейчас говорю, да, Трамп это круто. Ну, как сейчас? Падший дом. Встретиться с Антоновским. Обсудить им дальнейшие действия. А тем отправляться на ошибки в пыльный квартал. Ладно, ребят. Отправимся мы за этим делом в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok